Давайте посмотрим, с чего вся эта лонг-кридная история началась. Ведь до 2012 года самой модной темой на всех профессиональных конференциях была, что люди не читают длинные тексты, что вот эти вот короткие новости – это максимум, на что способна интернет-журналистика. И это была история не только про российские конференции журналистов, особенно на этих конференциях часто говорили, убьют ли блогеры журналистику, но вот это была тема абсолютно международная, это не только в наших кругах это обсуждалось. И вот в 2012 году редакция New York Times выпускает вот такой вот проект, проект интернетный. Давайте мы посмотрим, как он выглядит. Здесь есть врезки с видеофрагментами, и это не то, чтобы мы взяли телевизионный сюжет и со всеми подводками, диктором в кадре и со всеми выносами названиями телекомпании вставили это из Ютуба. Нет, это прям вот фрагмент речи, фрагмент фразы, которая говорится героиней. Дальше у нас есть вот такая вот история, которая тоже была достаточно шокирующая, что ух ты, какие штуки можно делать в интернете. И можно эти карты, эти маршруты, вот этот вот объемный мультимедийный фрагмент можно вставлять в повествование, в рассказ о какой-то истории. То есть вот если вы посмотрите, здесь есть прям такой показ, такая витрина различных мультимедийных форматов, которые используются. Есть видео, есть инфографика с маршрутами, есть текст, есть биографические вставки, есть слайд-шоу. Но вот если честно, и там есть еще, смотрите, там есть несколько частей, то есть это не один лунгрид, а многостраничная большая история. Я, если честно, вот у меня много разных знакомых англоязычных, и я всегда спрашиваю, если человек погружен в мультимедиа, я всегда спрашиваю, читал ли он Snowfall от начала до конца. Все-таки вы видите, да, насколько много текста, насколько он мелкий, насколько вот эти вот текстовые все-таки фрагменты, они большие и занимают большое пространство в этой истории. Да, здесь очень много инновационного для 2012 года, прям очень много инновационного. И как раз вот этого нестандартного подхода, что мы не просто пишем текст и разукрашиваем его, а мы закладываем в каждый из этих мультимедийных фрагментов, мы закладываем какой-то дополнительный смысл, какую-то информацию, которую лучше всего и удобнее всего и понятнее, нагляднее объяснить, вот, например, в виде анимации, да, то есть реконструкция события, схода лавины. Да, мы можем этот сход лавины описать словами, и это будет очень богатый эмоциональный текст. Мы могли бы, например, если бы у нас был доступ к съемкам, мы могли бы сюда поставить видео, но не факт, что это видео было бы документальное и несло бы в себе вот эту всю информацию, которую мы можем получить на анимированной реконструкции. То есть здесь мы показываем полностью схему, каким образом лавина сходила. Мы можем дополнять ее вот фактами, цифрами, показывать, как события развивались. Этого невозможно сделать никаким другим мультимедийным форматом. То есть вот в данном случае этот проект – это очень хороший пример, когда журналисты и редакторы посмотрели на свои материалы, вот как на элементы истории. Каждый абзац, каждый параграф, каждый фрагмент, он несет в себе какую-то мысль. И дальше мы задаем вопрос для того, чтобы эту мысль выразить максимально понятным и доступным способом. Какой мультимедийный формат нам стоит выбрать? И затем уже под этот мультимедийный формат мы ищем материал, если он нам доступен. Если у нас есть аудиоразговоры, да, и там переговоры по рации, мы выпускаем это аудиофрагментом. Он за счет интершумов, за счет вот этой атмосферы погружает нас в историю. Если у нас есть реконструкция, мы ее показываем. Если у нас есть факты, мы выделяем их крупно и обращаем на них внимание. Ну вот действительно из-за того, что текста очень много, то чаще всего признаются пользователи, что они смотрят мультимедийные фрагменты. Они кликают на видео, они кликают на вот эти вот реконструкции инфографики интерактивные. И как-то вот так вот по диагонали прочитывают текст. И это достаточно типичное поведение мультимедийного читателя. То есть мы, естественно, на полосе видим акцент, видим какую-то доминанту. В данном случае, допустим, у нас доминанта – это фотография, да, или там видео. И, естественно, у нас фокус внимания на этот фрагмент. И дальше мы по спирали смотрим вокруг, какие есть подписи, что это значит, какой текст стоит рядом с ним. У нас нет такого последовательного чтения, что сначала мы прочитали текст, потом мы переключили внимание на видео. Самое яркое, визуальное, крупное, интерактивное, двигающееся в первую очередь привлекает внимание. Следовательно, у вас на каждом мониторе, на каждом фрагменте, на каждом экране, который вы показываете вашему пользователю, у вас должна быть какая-то доминанта, несущая основную мысль, привлекающую максимальное внимание. И вот понимая, каким образом люди читают, понимая, каким образом мы можем рассказывать историю вот этими сегментами, вот этими элементами, представленными в мультимедийных форматах, мы постепенно, насматривая, да, вот повышая насмотренность нашу мультимедийную, мы научаемся эти истории рассказывать. Очень важно смотреть на них критически, задавать себе вопрос, зачем эта картинка здесь, зачем это видео здесь, какую мысль автор хотел донести, зачем аудиофрагмент здесь, какую мысль, какой эффект человек хотел, автор хотел выразить в данном конкретном случае. И вот таким образом мы натаскиваем, тренируем свой профессиональный глаз, который затем уже те истории, которые мы видим, те события, тех героев, которых мы интервьюируем, он уже этот мозг наш мультимедийный начинает адаптировать и превращать в мультимедийный стори-теллинг. А затем уже можно научиться и делать, владеть различными мультимедийными инструментами, и создавать разные интерактивные и интересные проекты.